Как же долго-долго ждали вы, когда же начнется ваш любимый вечерний эфир на теле-радиоканале Страна ФМ. И вот оно случилось здесь. Вот он, вот он здесь никуда на трассе не делся. Шесть часов вечера. Майк Войс. Маш новая. Да, и гость, которого мы так же долго ждали, как и вы, сегодняшний эфир. Сегодня вместе с нами актер, комедиант, теле- и радио ведущий Роман Попов. Прошу любить и шаловать. Ура-ура-ура, здесь идут аплодисменты. Роман, мне очень жаль, что ты перестал танцевать. Ты так классно танцевал, когда мы включились, как-то хоп и сел. Да, я очень сдержанный. Я чувствую, знаете, как камера чувствует меня, так и я чувствую камеру. Как только эфир пошел, сразу я... Окей, окей, давайте так. Хватит? Да, все. Защитывайся. Пожалуйста, ни в коем случае не сдерживай. Давай, там полный драйв, полные эмоции. Потому что каждый вечер у нас в эфире мы говорим о юморе. А я знаю, что тебе, собственно, это... Сюрприз, Роман. Сюрприз, Роман. Эта тема хорошо и давно известна. Я думал, проблема диетологии сегодня будет, тема нет. Окей, хорошо. Ну, хоть можем начать и с этого, собственно. Чем ты сегодня завтракал? Как такового завтрака-то и не было, но... Каша гречневая. Кача, кача. Кача? Гречневая кача. Да, я могу себе позволить гречью. Так, говорится, завтрак съешь сам. Все-таки иностранная крупа, так, на секундочку. Секундочку, да. И стакан молока. Прекрасный завтрак. Спасибо. Сам готовишь или жена все-таки? Особенно стакан молока мне удается. Лучше всего, да? Очень хорошо, да. Наливаешь. Готовлю всегда сам, исключительно. Супер. Ну, вот и конец нашего разговора, друзья. Ну что ж, да, минутка диетологии у нас завершена. Мы приступаем, как обычно, дальше к юмору. Да. Вопрос простой, вопрос совершенно очевидный. Вообще юмор в жизни помогает или не помогает? Я бы не сказал, что я использую какие-то наработки профессиональные в своей повседневной жизни, потому что... Ну, да, наверное, помогает. Потому что я в любом случае в какой-то стрессовой или сложной ситуации, особенно в беседе, стараюсь разряжать максимально при помощи какой-то репризы или импровизации. Но все-таки утверждение, что люди, которые занимаются профессиональным юмором, такие же веселые, искоментные в жизни, это все штампы. Нет, мы скучные, унылые, никчемные черты. Ну, не все, ну не обобщай. То есть роман-актер, роман-комик, роман-юморист, и вот этот роман дома, это совершенно... И роман дома, да. Который лежит и аккумулирует энергию просто. Нет, ну а вот реально сложно ли дается написать какие-то шутки и так далее? Ну, так или иначе, как сказал один из моих старших коллег по цеху в свое время, мы те, к кому муза приходит по вызову. То есть у нас нет возможности ждать вдохновения, и нам нужно работать и выдавать на гора материал. Поэтому существует некая механика, существует математика построения репризы. Есть специальные формулы. Это огромная теория. Поэтому люди, например, пришедшие в клуб веселых и находчивых, просто поиграть. Когда они сталкиваются с подноготной, они понимают, что, ребята, я с тем же успехом могу учиться в ВУЗе, зачем мне это? Но там есть действительно определенные методики, и научившись пользоваться подобной механикой, ты просто достаточно выдаешь материал. Роман, к слову о ВУЗе. Маш, я знаю, что Роман три раза делал этот выбор, и три раза выиграл КВН. Да, всегда. Юмор все-таки победил. Юмор победил, действительно. Трижды не окончено. Ну подожди, ты сейчас не жалеешь об этом? Нисколько. Более того, я поступал после школы не только в пединститут, который успешно бросил после первого же курса, но еще и в театральный ВУЗ. И когда у меня оставалось по одному экзамену, я не знаю, что мне ударило в голову, но я почему-то пошел в пединститут. Там девчонок много, я знаю. О, да, да. Там поток, на потоке четыре пацана, это очень тяжело. Но потом веселье начинается, когда взрослеешь и понимаешь, что с этим можно делать. Да. А проблема была в другом, даже не проблема, интерес в том, что я недавно проанализировал, а что бы было, если бы я поступил в театральный ВУЗ, и что бы было сейчас со мной. И я понял, что никто не давал бы мне гарантии, что меня ждал бы успех и какая-то хоть маломальская известность. Не исключено, что я 9 лет подряд играл бы в тюзи оленя до сих пор. Ну реально, вдруг бы тропинка куда-то дарилась. Причем оленя, который выходит, говорит, пушит поданный и уходит с ветвистыми рогами. Поступив в непрофильный для будущей профессии в УЗ на педагога-психолога, в результате через 15 лет я пришел к этой профессии. Ну смотри, ну собственно, ты же сейчас активно снимаешься в сериалах. Это просто нашумевший сериал полицейский с Рублевки. Да, этот образ, который уже стал нарицательным. Собственно, как бы наличие актерского опыта вдруг бы тебе, может быть, даже как-то помешало в этой работе над ролью, понимаешь? Не исключено, да. Дело в том, что в силу того, что я человек, вышедший из самодетельности, из клуба «Вселых и находчивых», прошедший различные телевизионные, не только телевизионные, но и клубные юридические проекты, и пришедший в актерскую профессию, так сказать, сбоку. Улицы, будем откровенны. Естественно, я очень сильно замыкаюсь, на самом деле, когда работаю с профессиональными актерами на одной площадке. Я думаю, что передо мной стоит человек, который потратил 5 своих лет жизни, может быть, и не потратил, другая формулирука, посвятил себя мент-по-мене, понимаете? Служению. Изначально. А тут я. И я начинаю немного тушеваться внутри. Но однажды одна замечательная актриса, мэтр нашего отечественного кинематографа и театра, меня успокоила и сказала, «Рома, тебе максимум нужны курсы. У тебя все есть». И объяснила, почему. Потому что, говорит, нас 5 лет учат, фехтованию и конной езде в том числе, а тебя этому не учили. Ты не зашорен. Ты можешь играть ши. Роман, а такой, вот я смотрю, на тебя такой портос мог бы получиться на коне со шпагой. А кто знает, может быть, понадобятся курсы фестиваля. Ну, впереди. Конечно. Ну, подожди, но ты актерские курсы все-таки какие-то заканчивал, или ты все-таки пользуешься какими-то своими наработками, которые пришли из КВН и так далее? Я исключительно пользуюсь наработками эстрады, но кое-какие советы я беру у мастеров. А какие советы? Ну, вот, например, если сейчас нас смотрят и слушают, какие, не знаю, люди, которые хотят податься в актерскую профессию, что ты можешь им посоветовать? Маша спрашивает для себя просто таксуально. Но они не учились. Один мой друг. Да. Ну, вот какие советы реально от маститых людей? Да, да, да. Она хотела бы. Так. Какие советы? В любом случае, попытайтесь посетить хоть какие-то театральные курсы, потому что, например... Все-таки нужно идти на курсы. Актерские. Да. Я считаю, что да. Я не считаю, что нужно необходимо профильное пятилетнее образование. Это классическое, советское. Но какая-то подготовка минимальная все равно нужна. Безусловно, какая-то база нужна. Иначе, как минимум, у вас не будут воспринимать коллеги по цеху. Ну, а ты изучал в этой среде? Есть какие-то авторитетные курсы, к кому пойти? Ну, вот, подавляющее большинство моих друзей, которые надеются на то, что рано или поздно будут с ними сниматься, заканчивали недавно... А курсы Германа Седакова. Германа Седакова. Вот я тоже о них сейчас подумала. Многие звезды, да, артисты, все идут к нему. Ну, а ты видел выпускников этих курсов? Я с ними работаю на радио и телевидении с этими выпускниками. Как результат? Ну, вот так, со стороны, реально. То есть люди меняются. Не всем дано, но где работают, это и есть результат. Да, да. Поэтому, Герман Седаков, немного рекламы на стране. Можно еще выбрать десятки-десятки других курсов, благо предложений много. Но и не забывайте о том, друзья, что в интернете вас могут и обмануть. Обмануть. Вот, нашел я это слово, да. Обмануть. Потому что есть и фейковые вещи, за которые берутся деньги, а потом люди теряются. И подобных предложений, к большому сожалению, у нас очень много в стране. Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем наш вечер. Наш вечер сегодня с Романом Поповым, с актером, с юмористом, со всем на свете. Человеком, которому не нужно. Телефир радиобедушек. Совершенно верно. Его даже не нужно представить. Вы сами знаете, что это за человек. А вот нас представить обязательно нужно. Маш Новая. И Майк Войс, да, друзья. Это действительно я. Да, Роман, кстати, наш коллега. Я вот хотела... Замахнулась ты на большое, Машу, так. Я хотела спросить, сколько лет уже вы работаете на радио? Мне нужно отвечать в той же актерской, мэтровской манере. Знаете, что... На радио я работаю, скажем так, официально пять лет. Но был период, когда я, по-моему, в старших классах школы работал на маленькой провинциальной радиостанции. В лучших традициях с сидюками. Представляете, помните эти времена, когда нужно было поставить трек... Сиди-чейнджера был. Сиди-чейнджера, потому что не было компьютеров. Я не помню, я в это время не работала на радио, честно скажу. Конечно, тебе же 14, это нормально. Продолжай гнуть эту львию. Это работает, хорошо. Что, какие сиди-диски, я не... Я очень молода. Маша, подожди, а ты помнишь карандаш с кассетой? Вот так круче песню перематываешь. Я просто сказала, что я в это время на радио не работала. Вот и все. Ром, ну а было за это время какие-нибудь интересные ситуации на радио? Когда вот ты что-то хочешь сказать, а у тебя расы не хватает слов. Давайте я, как коллег, вас спрошу. Хорошо, вы когда-нибудь матерились в эфире? Нет, никогда. Ты что? Миша вообще работает две недели. Я здесь вторую неделю, спасибо. Пока еще бок уберем. У меня за всю историю моей работы на радио один раз был момент, когда я... Ну, как всегда, есть, благо, коллега под боком. Который запикал? Который вытянет тебя, если что. Он скажет, блестяще! И вот это стяще вовремя сказанное спасет эфир. Ром, ну сейчас-то нет таких коллег. Да, поэтому я сдержан. Было много разных историй. Очень интересует, откуда берутся люди среди целевой аудитории радиостанций, которые целенаправленно звонят в эфир для того, чтобы разыграть ведущих и наоборот самим сквернословить в эфире прямом. Минута славы. Да, и если раньше существовал такой человек-цензор, да, всегда звукорежиссер, который официально на радиостанциях в конце 90-х сидел, и его работа была держать кнопку. Потому что... Но все равно же опоздаешь. Как можно в это время прям быстро среагировать? Но есть такие странные ребята, которые меняют голоса, представляются разными другими именами. Алло, это Сережа. И мы понимаем, что это не Сережа, это тот самый Артур, Это та самая Олеся, которая звонила. Да, но самое интересное, что... На том радио, на котором работаю я сейчас, нет трансляции. И в отличие от вашего вечера прекрасного, не могут нас увидеть слушатели. И, наверное, это к лучшему. Потому что то, что творится в студии, беззвучно порой, действительно достойно внимания и каких-то стримов. Но не всем здоровым людям можно это показывать. Роман, дайте мне позавидовать. Мы такого себе позволить не можем. Приходится приходить в глаженной майке. Да, да. Вы даже в эфире в штанах, Михаил. Это что это? У нас четкий дрескот. А вам позволяется как-то там это? Что угодно. Хоть в купальке, да? Хоть возник из семейника. Приходи и сиди. Я думаю, что нет, нет, им надо сделать какой-нибудь ночной нудистский эфир. О-о-о. Это можно было бы, да. Зовите гостя. Слушайте, это интересно. Ну хорошо, что вы подошли к этой теме радио, потому что с этим имя нет ни к нудистской теме. Ждала, ждала. Когда живу? Четверть лет. Четверть лет, да, друзья, связан с нудистами. Раздевайтесь. Люблю это. Давайте. Нет, на самом деле он немножечко связан с радио. И наверняка у вас какого-то радиоведущего, у талантливого, у которого богатый опыт. На ты. Давай, давай, да. У тебя такой же богатый лексикон, правильно? Тембе хоть наверняка очень много слов. Сейчас проверим. Сейчас проверим, да. Я предлагаю нам тоже, кстати, сразиться. А что это мы будем сейчас сидеть и прохлажать? Легко, легко. Давай, тоже Роману составим. Я тем более в родильных джинсах сегодня. Маленькая конкуренция. Смотри, здесь у меня в кепке. Ты любишь кепки, я знаю. Я... Обожаешь. Какой ответ проверенный? Да, да, да. Да, я люблю кепки. Просто, да, соглашайтесь. Могут подарить, надо соглашаться. Смотри, здесь есть разные буквы. Сейчас мы будем пробовать составить фразу. Какой-то, может быть, рассказ даже у нас получится. Может быть, даже стендапчик какой-нибудь родится сейчас у нас в эфире. Стендапчик отличить от фразы, это не бесплатно. Но на самом деле, наверное, может и не родиться. В общем, посмотрим. Что будет, то будет. Мы должны вытянуть отсюда определенную бумажку, на которой написана конкретная буква. И на эту букву. И на эту букву придумать некую фразу. Только это нужно быстро. Естественно, никто не готовится. Времени на раздумья нет. Ты следующий. Сейчас следующий. Ром, а знаешь, что прикол этого конкурса? Нет, ты сдох потом. Это что? Это И. Это И. С моей стороны это Н английская. Нет, это И. Но это И. Идея играть искрометно. И. Желательно, чтобы фраза была закончена, Рома не просто на порту слов. Исключительно. Идея искрометно играть. Истину. И. А подсказывать можно? Истина идеальна. Вот. Истина идеальна. И. И. Что ж, буква-то-то какая сложная. Даже союз не использовать, кроме. И. Хватит. Окей, будем считать, что это была разминка. Прекрасно. Это была, да, репетиция. После Ромы мне будет тяжело. Давай пробовать. А мне так вообще, я блондинка, извини, конечно. М. М. Мальчик мой. Спасибо за начало, Роман. Мальчик мой. Мочень хорошо. Так мне так говорить, да? Очень. Мочень хорошо. Откуда это слово взял вообще? Мальчик мой. Мочень. Можно так говорить? Мочень. Но чтобы очень только с буквой М. Нет, Миш, ну ты чего? Нет такого слова. Давай когда есть. Так, мальчик мой. Мальчик мой. Милота. Ну что это? Маша, ты мне помогай. Мальчик мой. Мой можешь мимимишнуть. Мимимишную. А почему нет? Немножко мимимишнуть в эфире. Нет, можешь мимимишную. Мигрень? Мигрень. А что с ней сделать себе? Мигрень. Мимикрировать мигрень. Можно так? Мимикрировать. Мимикрировать мигрень. Мать моя женщина. Давай я тебе... Маша, на твои бумажки. Давай. Жгите, Мария. Нет. А вы тоже будете мне помогать? Да нет. Я вообще помогала. Правда? Если что, я у пулера. У меня Элла. Любимый лаваш. Лизнул. Лакей. Ха. Да? А что, законченная фраза? Я-то хотел посмотреть, кто тебе еще придет в голову сегодня. Лизнулась. Так, кто выбирает? Кто подсматривает? Рома подсматривает. Тем более, это моя любимая. Ааа. Ааа. Точнее, точнее. Томбурный маркинг. Спилкарм. Да, да, да. Ребят. Буква Р. Реально рулите. Реально рулите. Руки. Рукоплещем. Работе. Работе. Работе радиоведучих. Только не буква Е. Вот это будет попадос. Почему ты уже заранее? Буква Ш. Нет, а если вот так перевернуть Е? Нет, я хочу букву Ш. Если перевернуть, еще раз будет Т. Буква Ш, да. Не говори так плохие слова. Шалаш. Шалудивый. Шалудивый шалаш. Интересно, он скажет то самое слово, о котором я думала или нет? Шапеляба. Шапеляба. Слушай. Гениально. Бессмысленно, но гениально. Давай я последнюю группу кручу-верчу, запутать хочу. Итак, и мне попадается У. Ага. Ой, материться нельзя, да? Нельзя плохие. Последний раз можно на дистанции. На У есть совершенно чудесное, красивое, ругательное слово, которое настолько вкусное. Здорово, мой мысль. Итак. Ушли уныло. Утята. Утки. Углические. Углические, естественно. У них. Опа. А, от них нельзя. Окей, окей. Окей. Звучит звук. УАЗ, 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 УЗНАЛ УГАРНЫЙ УМ. Лизнул на ваш лакейк. Провокационных вопросов, Миш. Да, на самом деле, да, мы уже созрели. Мы уже созрели. Отвечаю на первый провокационный вопрос, который наверняка возникает у всех тех, кто не только слушает «Страна.ФМ», но и смотрит прямо сейчас. Ребята, подо мной стул. Если вы думаете, что я такого роста и вот просто завис в воздухе, тут это фокус с исчезновением стула. Ты можешь встать, чтобы мы видео видели. Так, красного цвета. Красного цвета. Специальный сигнальный стул Романа. Это очень удобно. Все, мы рассекретились. При любом неправильном ответе ты нажимай «пам-пам». Так, у меня есть провокационный вопрос. Если меня в Думе поставят в тупик какой-то вопрос, и я захочу его отменить, я вот так сделаю. Только обязательно со звуком? Хорошо, конечно. Хорошо. Итак, вопрос. Смотри, ты недавно был в проекте у Сергея Мезенцева, которое называется... В каком из проектов Сергея Мезенцева? Подождите, или интернет. Интернет против телевидения. Вот, интернет против телевидения. Как ты вообще сам считаешь? Потому что я, вот честно говоря, сколько смотрю эти выпуски, и вообще мне больше вот как-то люди с телека ближе. Рома, а как ты считаешь, да, снимайся на ТНТ, мы тебя видим в сериалах. Нет, ну подожди, мне интересно, зачем вообще будущее за интернетом или за телеком? За интернетом, безусловно. И умрет и телек в будущем? Нет, он просто вольется... Не будет интернета и телевидения в том виде, в котором они существуют сейчас. Это будет нечто общее информационное пространство. Разумеется, оно будет доступно посредством интернет, пока не придумаю что-нибудь новое. Но если вы заметили тенденцию, не самую классную тенденцию, надо сказать, и тем не менее это необходимость, многие ребята из телевизора медленно начинают двигаться в сторону интернета. Кто-то открывает свои видеоблоги, кто-то открывает свои шоу. Мне предложили два года назад, сказали, Ромыч, тебе нужно вести канал на YouTube. Так. На что я сказал, я слишком стар для этого. Ой, да ладно. Маликов же завел, и нормально. Ты смотришь, прости, ты смотришь? Такие познания. Вот каждый раз мне Маликовым тычут в него. Ты серьезно? Нет, ну, когда ты про возраст... А Маликов нормально, Парфенов открыл. Пожалуйста. Ребята, мне кажется, что все-таки основная аудитория интернета не наша. Во-первых, это достаточно молодая аудитория, у которых другие кумиры, и это прекрасно. Поэтому пусть все остается так, как есть. Тем более, что время от времени, когда мои коллеги по цеху телевизионщики оказываются в сети, очень часто можно прочитать комментарии. Иди к себе в ТВ! Да? Уходи! Тебе здесь не место! Зачем читать это о себе? Я останусь на теле. Ну, а нет такого у тебя мнения, что контент на телеке более профессионален все-таки, нежели в Ютубе? Если вы заметите, опять же, современные Ютуб-шоу некоторые, они... Особенно те, которые снимаются профессиональными телевизионщиками. Сейчас ТВ-индустрия пришла в интернет, в видеохостинге, и вы видите контент, который снимает в 100 человек группа. Ну, и там он не всегда заходит. В том-то и дело! Это не правило игры интернета. В интернете все заходит, снятое на телефон, вертикально. Вертикально, трясущиеся и сделанные на коленке. Какая-то кахашка, понимаешь? Вот что максимально честно по отношению к зрителю в интернете. Поэтому, ребята, не вкладывайте бабки, дерзайте. Да, просто трясущимися руками в понедельник. Обязательно. А я буду, смотрите, монитор буду трясти, мы в синхроне садимся. Как стабилизатор человек, чтобы картинка была в резонанс. А вот ты, кстати, говоришь, что многие специально делают блог, чтобы... А, наоборот, да? Уходят с телека и делают блог. А ведь многие, наоборот, делают блог, чтобы потом как раз-таки подтянули и пригласили на телек. Хорошо там, где нас нет. Не знаю, мне кажется, такая взаимная история. Я думаю, что вот эта модным словом названная сейчас коллаборация между ТВ и интернетом, она продолжится. И, дай бог, будут только хорошие продукты. Ну, ты следишь за интернет всякими проектами? Да, конечно, безусловно. У тебя есть, может быть, какие-то твои любимые каналы? Можешь ими поделиться с нашими? Ну, Сметана ТВ. Я очень люблю Сметану ТВ. Там мои друзья творят. А что они там делают? Они кого-то разыгрывают или что? Они начинали с формата «Парни пробуют». Они пробовали различные, там, не знаю, прыжки с парашютом, есть какой-то гадость и прочее. И потом у них развернулось уже гораздо шире. Они начали играть, появились новые форматы. Это интересный канал, который открыт ребятами с большим КВНовским опытом. Это ребята, которые участвовали в Comedy Battle и в прочих телевизионах. Ну, это мы говорим, Ром, просто о твоем вдохновении. Ты вдохновляешься и смотришь. Ну, да, тебя это на что-то накапливает. А заработок? Там тебе говорят, эй, эй, пойдем ко мне. Дневник того-то, того-то. Да, 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 да. Никто не понял, о чем это речит. Ну, не знаю, приходит Маликов и говорит, Рома, айда ко мне в канал. Я пойду. Мне же за это не заплатит никто. Обычно я на Ютубе прихожу и вот на все шоу, да. Просто машу рукой и ухожу. Это все бесплатно. Но, а, есть же еще классное направление, которое несправедливо забыто, наверное, на Ютубе. Это летсплейщики. Это люди, которые вместо тебя играют в компьютерные игры. А ты просто смотришь за тем, как они играют. А это нормально? Это не декоризирует человека? Это такой... Слушай, так. Ты латентный геймер. Нет, мне интересно. Вот. То есть ты хочешь играть, но не играешь, но смотришь, как играют другие. И это называют латентный геймер. А ты переверяешь на себя, соответственно, подобную штуку. Слушай, это такая получается некая такая геймерская порнография. То есть ты сам не занимаешься... Да, но есть прям реально порталы, где очень много... Порталы геймерские. Можно выбрать раздел. Офигеть. Вот. Геймер-хаб такой, да? Да. Вот я, например, советую Бонни Бро. Очень крутой чувак из Пскова. Стримит, играет, пилит ролики. И это работа человека. Он делает это круглыми сутками. Он не работает больше нигде. Он очень сидячий и странная работа. Но это достаточно интересно. И это тоже отдельная жизнь, которую некоторые из вас вообще не касаются. Слушай, Маш, ты вот удивляешься. А я недавно такой канал видел в телевизоре. Просто переключал. Чуваки сидят и играют в компьютерные игры. Там им пишут что-то. Люди смотрят в телевизоре. Понятно. Каждый сейчас, естественно, может выбрать то, что ему нравится. Мне такое не нравится. Это мое мнение. Роману нравится. Пожалуй, он так расслабляется. Да, Роман. Да, 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 да. Нет, ну а реально тебя это может вдохновить на написание? Какого-нибудь нового скетча и так далее? Слушай, я не черпаю вдохновение из Ютуба. Откуда ты черпаешь тогда? Из жизни. Все? То есть что жена вот сказала? Да. Что вы с ней сделали? Следи за людьми. Всегда следи за людьми. Ну, ты очень часто женщину играешь. Из-за детей, людей, женщин, стариков на улице никто ничего не придумает. Жди, скоро мы появимся в творчестве. Там будет лысый человек и одна очень красивая блондинка. Миша и Маш. Ну вот смотри, ты очень часто женщину играешь. Ты с кого списывал этот образ? Со своей супруги или он такой? Там несколько образов. Нет, точно не с супруги. Там несколько образов. Во-первых, несколько женских образов, сериалов, скажем так, в каменде было. Там и полная жена Анжелы, и Галя с Геной, провинциальная пара. И вот Галя, конечно, это собирательный образ любой кубанской женщины. Галя, она... А где ты ее подсмотрел? Она чувственная немножечко, конечно, женщина. Немного... Какая? Чересчур. Чересчур. Думает о сексе. Но ее можно понять. Все-таки Гена дебил, конечно, не то. В общем, смысл в том, что ты не берешь какого-то конкретного человека, а берешь какие-то мульти определенные, мимические, говор, вплоть до походки. В одной из... Вот есть образ, который был списан на 90% с моей мамой. То есть у нас был номер про маму и сына, где Аганас играл сына, вернувшегося из длительной поездки в Москву, многолетней, в родную провинцию. И вот там был прям клише, снятый со Светланы Эдуардовны. Она поняла сразу. Она обиделась. Она себя увидела. Она обиделась. Или она... Нет. Она сказала... Я просто никому, кроме вас, вот вы впервые. Ой, ребята, эксклюзивно странно. Я говорю вам, что да, это было списано с моей мамой. Она поняла и другим не стала говорить хвостом. Ну, спасибо, сынок. Прославил на всю страну маму свою любимую. Слушай, ну... На всю страну ФМ. На всю страну ФМ. Нет, ну и вообще на всю страну. Ну смотри, вы работаете в определенном жанре. Это миниатюры, правильно называется? А ты сейчас очень распространен стендап. Ты пробовал пойти, может быть, по этому? Тебе это вообще близко или нет? Я 6 лет пишу стендап в стол. Как? Вот так, я не выступаю. Которую никто никогда не слышал. Никогда никто не слышал. Даже твоя жена и дети. Да. Даже они не посмеялись. Ты лишила их такой радости. Я пишу в стол. А зачем? Для чего? Это стендапом назвать нельзя, потому что стендап всегда должен быть обкатан. Ты всегда должен выходить на зрителя. Ты всегда должен проверять материал. И чем чаще ты это сделаешь, тем быстрее зерна от плевел отделятся, и ты получишь выжимку идеального материала. А желание? Я думаю, что за 6 лет можно собрать 20 минут. Ну так вот. А почему не я? Почему Рома? Я не понимаю. Это случится или это увидит только стол? Когда-нибудь я прекращу вести себя как последний трусишка и выйду с этим материалом к зрителю. Но пока нет. Дело в характере. Скажи, ты в детстве занимался спортом? Да. Каким? А нельзя врать, да? Можно встать на стуле и вот так сделать. Я не хочу отвечать. Я немного играл в футбол, немного в баскетбол. Но это все в школьные годы было. Но я думала, сейчас скажешь, бальные танцы там или что-то, чего мальчишки. Какими занимался профессионально? Ну, какими? Больник. Больник? Серьезно? Круто! Слушаю, что здорово. Но сейчас как бы уже совершенно другая комплекция. Там после 20 лет я начал полнеть. И когда уже дорос до такого состояния тела, я поймал себя на мысле, что как бы хорошо я не танцевал и какие бы танцевальные паи я не использовал, это все равно зараза смотрится очень смешно. Хотя на лице может быть, конечно... А я видел танец с Бузовой, очень ничего. Точно, точно. Я тоже сейчас про него вспомнила. А вы скоро увидите еще один танец. С кем? С кем? В кино. В кино в каком? Расскажи. Мы снимаем сейчас полнометражный фильм «Полицейские срублевки» с этими же персонажами, которые в декабре окажутся на экранах страны. Хотим немножко отъесть у елок зрителя, хотя понимаем, что возможно это и не получится сделать. И тем не менее, мы искренне надеемся, что наш зритель, который ему полюбился, народный проект «Полицейской срублевки», придет в кинотеатры. Ждем с нетерпением. Будет классная, веселая, по-настоящему добрая полицейская история. Друзья, мы вас всех призываем, обязательно уже можете собственно откладывать деньги, чтобы потом купить этот билет. Ну а мы с вами совсем скоро продолжим, а сейчас немножечко прервемся на музыку. Ну да, оставайтесь с нами. Ну что ж, друзья, наш вечер юмора продолжается. С нами, спасибо, что подыграл меня Роман. С нами Роман Попух. Спасибо, Роман, еще раз. Маш новая. Да, и Майкл Бойс. Спасибо. А то все забыли. Ром, ну вот смотри. Чтобы не забывали о том, что это радио, я всегда на радио кричу «Good morning, Vietnam». Помните классический фильм? Канья Робин Уильямс. Ну конечно. Это классик. «Good morning, Vietnam» начинал он каждый раз свой утренний фильм. Ты смотрела? Обязательно посмотрю. Обязательно посмотрю. Друзья, и вам тоже, кстати, советую. А посоветуй нам еще что-нибудь посмотреть? Что-нибудь такое? Я не могу, я сейчас где-то в голове играю на ударных. Ром, а вот давай быстренько посоветую Маше, потому что у нас есть с Машей традиция, я все время советую Маше радиоинные фильмы. Она уже про Говарда Стерна «Части тела» посмотрела. Великолепный фильм. Прекрасный фильм. Грандиозный. Второй. Доброе утро, Вьетнам. Да, Гурман Гриттям. Да, да, да. Что еще? «Bity Green. Talk to me». Да. Но подожди, не обязательно только про радио смотреть? Вообще, в принципе, какие жанры ты больше любишь? Это комедия или нет? Наверное, да. Больше комедии. Я могу сказать, что я не люблю, потому что подобный список будет гораздо меньше. Я терпеть не могу фильмы ужасов. Ненавижу. Не потому что боюсь, а потому что считаю это бессмысленно. Потому что в нашей жизни очень много ужасов. Очень много отвратительных мерзких вещей без грима. Да. И пластического. Спасибо. Пластического и пластилина. Нет, нет. Я так посмотрел просто и согласился. Без грима. Поэтому я считаю, что ужастики, они давным-давно уже должны по-моему изжить себя. Что, собственно, и происходит. По-моему, кроме фильма «Оно», последний картин, ничего. А тихое место. Сейчас не наслышан о нем. Чушь. Ну ладно. Все равно. Я знаю, что там большие продажи и все дела, и большое количество людей. Ром, я видел вот в моем детстве был классический фильм «Ведьма из Блэр». Да. Вот он зашел в 99-м году, если я не путаю. А вот после него что-то как-то, вот что ты сейчас сказала, вот не зашло. Тихое место. Совсем тихое место. Ну окей, ну раз тебе это не нравится, давай не будем об этом говорить. Боевики-жвачки иногда, может, ну боевики-жвачки, это в смысле такой фильм «Одна девочка» «Одна девочка» и выкинул, да. Типа, когда там Шварц всех собрал. Неудержимое. Неудержимое, да. Ну какой смысл, там уже ты видишь постеры, а, ну понятно. Что к чему, все ясно. Я люблю больше, наверное, все-таки комедии, я люблю фантастику, очень люблю фантастику. И очень люблю приключенческие картины. Вот, то есть идеальный сплав, например, чтобы вы понимали, «Назад в будущее». Есть все приключения, вестерн, все что угодно. И желательно все три части, да, подряд. Да, безусловно. И тем более, что в день рождения этой трилогии мы так и делаем с ребятами. А недавно, собственно, был, если вы помните, три года назад, в 2015 году. Все верно. Кеды юбилейные продавали. А, да, точно. Октябрь 2015, когда уже должен был быть «Голлер-вод» и все прочее. И мы собрались с ребятами и посмотрели в небольшом кинотеатре все три части, режиссерскую версию, с попкорном и одетые, как, собственно, герои фильма. И приехали на этой же машине. Хотелось бы, но мы не нашли «Делориона», черт подели. Ром, скажи, а ты фильмы со своим участием пересматривать вообще любишь? Один раз. Ну или сериал? Всегда. Ты смотришь вообще, как ты получился и так далее? Более того, я создаю аудиторию, потому что я смотрю конкретно сериал по телевизору, включаю в нужное время вместе со всей страной. И вы всей семьей садитесь и изучаете. Какая-то многотысячная доля рейтинга вношу туда свой плюс. То есть ты для этого делаешь? Я звоню всем, включите, можете не смотреть, везде приемники должны работать. Да, я смотрю, но не чаще одного раза. То есть я не пересматриваю дважды или трижды. Окей, хорошо. Поделись, пожалуйста, каким-нибудь лайфхаком, как научиться прокачивать свой мозг, как, может быть, развить в себе чувство юмора, как научиться шутить и так далее. Может быть, нужно что-то посмотреть, почитать? Или есть какие-нибудь тренинги? Есть все перечисленное, но, по моему мнению, нужно быть прежде всего начитанным человеком и много читать. Не важно, что. Все. Признаюсь честно. В интернете или лучше книжки? Как угодно, как вам удобно. Нечитающий человек не в состоянии создавать юмор. Это факт. То есть, если ваш друг удачно пошутил, значит, он как минимум пролистал кулгел, да? Ну да. Ну, по крайней мере, от освежителя отвлекся. Да, да, да. Просто прочитал освежитель и вот такая шуточка есть. Чаще читайте. Все остальное приходящее. Ну, можете, конечно, брать примеры смайтеров. Есть большое количество уроков в интернете. Но важно, мне кажется, то, что вы должны читать и то, с кого вы должны брать пример. Вот это самое главное. Это следующий вопрос. Ты сам на кого-то равняешься, берешь с кого-то пример. Тебя интересуют актеры, комедианты. Это неважно, в России, вообще, муза в любом ее проявлении. Может быть, ты вообще на кактус смотришь дома. Нет, но люди, которые тебя вдохновляют, может быть, да, их творчество. Это будет очень ограничено. Это будет слишком ответ. Да, давайте, не знаю. Ну, давай в юморе, окей. В юморе, окей. Давай тогда, да, не актеры, а, наверное, более... В юморе. Телерадиоведущие. Из отечественных. Аркадий Сакчирайкин, Роман Карцев. И не обязательно в России, кстати. Я перечислю. Я сейчас прямо... Михаил Жванецкий, Гарри Кирич Мартиросян, Павел Алексеевич Воля, Иван Андреевич Ургант. Это в плане им. А что касаемо зарубежных, Эдди Изерт, Луи Си Кей. Все, друзья, все успели записать. А Джордж Карлин, дед всегда был хорош. Дед был красавец. Да, но он был, как известно, его называли стендапером, который появился раньше стендапа. То есть он начал выступать еще до того, как официально стендап, как культура появилась. Он был великолепен по-своему, но все-таки этот юмор для меня далек. Так же, как, например, недалек юмор черных комиков, а про американцев, таких как... да любых, собственно, перечислить. Не мое. Ну и, наверное, финальный вопрос. В каком образе тебе более комфортно? В образе актера или радиоведущего? Или же вот в комическом образе вы в дуэте выступаете? Или вести мероприятие? Вот, или все это вместе. Или, может быть, что-то новое в тебе ожидается. И выбрали бухгалтера после всего этого, когда уже гонорар в плазио. Я работаю на нескольких работах. Ну просто реально интересно. Один из моих шефов, Гавр, сказал в свое время замечательную вещь. Это человек, который читал, по-моему, какой-то семинар по тайм-менеджменту, а у Гавра 36 часов в сутках, потому что по-другому я не могу объяснить, как живет этот человек. Возможно, у него несколько Гавров есть с собой, которые успевают везде. Он сказал, пословица утверждает, что за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Это, дальше он сказал матом, вранье. Плохое слово, да? Он сказал, вранье, я гонюсь за десятью и по теории больших чисел успеваю все. Или максимум. То же самое со мной. Я считаю, что не нужно концентрироваться на чем-то одном. Пока есть силы, нужно реализовывать себя повсюду. Это прекрасная цитата для завершения нашего сегодняшнего вечера, друзья. Друзья, реализовывайте себя, стремитесь, у вас все обязательно получится. Оставайтесь с нами. С нами был сегодня Роман Попов, наш новый Майк Войс. Актерка, медиан, теле-радио ведущая Роман Попов. Живите с улыбкой, друзья. Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо.